Девушки отдыхают Тема Rails 5 пришла сразу в голову, потому что на самом деле сейчас в Ruby Community мало чего происходит. И это, пожалуй, единственное какое-то большое новое изменение. И на всех конференциях обязательно есть один доклад, на котором чувак рассказывает о Rails 5. Эта конференция не исключение, поэтому мы тоже решили рассказать о Rails 5. Я посмотрел много докладов, полистал слайды на SlideShare, на спикер-деке презентации. И в основном все сводится примерно к этому. Перечисляются киллер-фичи, рассказывается, что они там дают. Если бегло, то Rails API — это был отдельный гем, типа как Rails, только там не было ActionView, то есть не было рендеринга HTML, только отдача JSON. Не было cookies и так далее. Сейчас его затянули прямо во фреймворк. Следующий пункт — это ActionCable. Что это такое? Это типа Ruby-обертка над веб-сокетами, чтобы вы могли написать свои Ruby-классы и своего кода пушить что-то в браузер. В принципе, это было еще, я не знаю, в 2010 году. Опять это затянули просто в Rails, и все. Turbolinks, я не знаю вообще, сколько им лет. Это такой single-page application для бедных. Если у вас нет времени делать какой-то там фронтенд на каком-то фреймворке, то Turbolinks позволяет вам с сервера, ну типа как Ajax, только все из коробки, вытаскивать только те куски страницы, которые реально изменились. Опять же, они появились, по-моему, еще в четвертой версии рельсы. Сейчас их там что-то проапдейтили, вроде бы ими стало можно пользоваться. Четвертая фича вообще очень важная. Ввели единую команду Rails, то есть теперь, когда вы генерите модель, вы пишете, раньше писали Rails Generate Model, а когда вы хотели миграции накатить, вы писали RakeDB Migrate. Теперь вы можете написать, наверное, RailsDB Migrate, что-то такое. Очень важная фича. Как видите, на самом деле ничего здесь нового нет. Все остальное, что изменилось во фреймворке, это какие-то деприкейшены. Поэтому, почитав эти все доклады, посмотрев, я понял, что это неправильный путь. Поэтому я решил подойти немного с другой стороны. Вообще, если вы хотите более детально вот эти вот чейнж-логи посмотреть, то можете перейти по этой ссылке. Там презентация чувака из Rails Core Team, который, собственно, рассказывает в деталях. Вплоть до каждого метода. Что появилось, что удалилось и так далее. Что деприкейтед. Этот доклад, он об опенсорсе. Ну, все, наверное, знают, хотя, наверное, не все, что Rails — это опенсорс. Комьюнити делает этот фреймворк, поэтому я хотел поговорить об этом. Это Аарон Паттерсон, топ-1 контрибьютер Rails. Видите, какой он довольный? Он очень много контрибьютит. Он получает деньги за то, что он пишет код для Rails. У него есть сайт даже с такими фотками. Tenderhacks или как-то так называется. Вот еще в трусах. А еще у него код есть, пушистый. Вот. Ну, это просто такая мотивация была. Вообще я делал, по-моему, не IT non-stop был, а Ruby какой-то комьюнити воронежской. Я делал доклад про Rails 4. И в конце я подводил, собственно, к тому, о чем я сейчас буду говорить. Я расскажу историю. Я вообще начал готовиться к этому докладу. Я хотел рассказать то же самое, что и все. То есть, там, что нового? Я хотел засетапить приложуху и показать. Вот мы здесь юзаем Action Cable, вот здесь мы юзаем TurboLinks и так далее. Когда я начал это делать, мне надо было сделать декораторы. Кто-нибудь знает, что такое декораторы? Ну, в двух словах, это у вас есть там какая-то модель из базы, да? Вам надо обернуть ее какой-то дополнительной логикой, чтобы во вьюшке ее дергать и не тащить эту логику в модель. Собственно, декораторы это и делают. Забертки над какими-то другими классами. Вот. Для этого и в Ruby есть гемдраппер, который позволяет вам делать декораторы. Я его поставил. Видно? Ну, суть в том, что здесь большой трейс, и у меня упало все. Так как я юзал его на проекте с Rails 4 на работе, то я понял, что как бы проблема, скорее всего, в Rails 5. Потому что версия гема та же. Я пошел в репозиторий и увидел, что последний коммит в мастер был год назад. Гем заброшен. Я начал эту ошибку гуглить, смотреть, в чем может быть дело. Оказалось, что в Rails выпилили XML сериалайзер в отдельный гем. То есть его нужно ставить отдельно. Я, в общем, сделал фикс. Сделал форк. Сделал этот XML сериалайзер как dependency и пофиксил этот момент. Потом вылезла еще какая-то фигня. Она уже была в issue с гема. Никто ее не пофиксил. Там проблема была вот этого тоже какого-то из классов. Нет в Rails 5. Тоже пришлось залезть в код и пофиксить. Я сделал pull request в надежде, что его примут. Ну или хотя бы кому-то там поможет эта ветка, в которой все работает. Но проблема была в том, что на Travis.CI упали тесты. Тесты упали. Не видно. Жаль. Я начал фиксить тесты. Начал их прогонять локально, добавил Rails 5. Начал на нем гнать тесты. Оказалось, что тут тоже куча гемов. Dependency у них не совпадают. И не запускаются даже тесты. Первым был мини-тест Rails. Это адаптер для Rails, который тестовый фреймворк юзает. Я пошел в его репозиторий. Оказалось, там уже эту проблему пофиксили. Но ее пофиксили 1 февраля. А я это делал на прошлой неделе. То есть там уже 2 месяца, 3. Pull request висит. И его никто не мержит. И причем, обратите внимание, вот чувак, который сделал pull request, он пишет, blow mage. Это мейнтейнер. Типа смержи. Посмотри, смержи. А он ничего не делает. Ну, может быть, какие-то проблемы. Нет времени. В общем, я использовал этот форк и пофиксил проблему с мини-тест Rails в геме-драппер. Во, да. Следующим был проблемным гем-монгоид. Тесты у меня запустились. Но проблема там чего-то тоже не работала. Эти вообще чуваки странные. Монгоид — это один из двух гемов, который дает ORM для MongoDB. Вообще, этот проект — это как бы дочерний проект MongoDB. У них один гитхаб. Я зашел, начал искать ветку с поддержкой Rails 5, потому что гем крупный, все его используют, многие. Ее не нашлось. Пришлось гуглить. Я долго гуглил, на самом деле. Оказалось, у этих чуваков есть своя джира. И в личном профиле одного из мейнтейнеров была где-то ветка в загашнике с фиксом для Rails 5. В общем, не знаю, часа два, наверное, искал, нашел. Тоже заюзал, пофиксил. Что дальше было? Respect Rails. Я не знаю, почему в геме Draper, я хочу разобраться с этим, использовались два тестового фреймворка, но он использовался и тоже что-то падал. Я пошел примерно таким же путем, но эти чуваки оказались очень крутые. У них уже в мастере была поддержка Rails 5. Круто. Вот. Пофиксили это. Собственно, для чего я вам все это рассказываю? Rails 5, вообще Rails, вообще любой open-source проект, он делается комьюнити. Люди делают его. Это не какие-то волшебные гномики, которые там что-то сделают, а вы пришли, взяли и пользуетесь. Если каждый из этих людей подумает так же, то у нас не будет open-source. Поэтому к вопросу я в прошлой презентации говорил, как сделать так, чтобы какой-то гем, который не работает, с новой версией работал. Есть одна кнопка зеленая, нажимаете на нее, и он начинает работать. Но перед этим надо код написать только. Еще. Open-source — это не только когда вы ходите и фиксите баги где-то. Вы можете так же выкладывать свои проекты. Детар даже выложил, как ни странно, в open-source, девайс, хайв. У меня был стартап, в какой-то момент я понял, что он не приносит мне достаточно денег, и вместо того, чтобы похоронить его где-то в недрах жесткого диска, я решил его выложить на GitHub. Ну не просто там выложить на GitHub, чтобы никто о нем не знал. Я написал статьи на Hubris статью, на Reddit статью и на Hacker News статью. На Hub русские, а там английские. В общем, к концу дня, когда я выложил, мой репозиторий попал в трендинг репозиторий GitHub. Пятый, да? Он был пятый после Atom. От GitHub. Я вообще был очень удивлен. Потом мне начали писать какие-то чуваки со всего мира, спрашивать, типа, как засетапить твой проект, а можешь мне здесь фичу запилить, еще чего-то. Я, говорит, хочу такой же бизнес попробовать, открыть, расскажи что-нибудь. И для меня это было вообще удивление, что реально кто-то пользуется моими наработками. Собственно, в чем суть? Open source — это очень важно. Во-первых, вы отдаете дань сообществу. То, что вы берете и пользуетесь, вы это и возвращаете. Только при этом условии это может дальше развиваться. Во-вторых, он дает вам технический рост. Вы когда фиксите багу какую-то, вы, возможно, увидите те гемы, какие-то библиотеки, залезете в тот код, в который обычно вы никогда бы не полезли. Это дает вам технический рост. Level up. Во-вторых, это удовольствие. Прикольно было, когда я выложил свой проект, и я за день 100 старов набрал, начали качать, форкать люди и так далее. Это круто. А потом что там? Хорошая репутация. То есть вы законтрибьютили, вы молодец. А вас стали больше знать. Чем больше вы контрибьютили, тем больше вас знают. Вас узнают везде. И в конце концов легче проходить собеседование, потому что во многих компаниях просто спрашивают, а что ты сделал для open source, покажи код. То есть даже не обязательно вы, не обязательно, что вы какие-то фиксите баги, вы просто можете выложить свой код. Обычно где-то вы работаете, вы не можете показать код рабочий при собеседовании на новую работу. А open source дает вам такую возможность. Вот, ну и минутка рекламы. У нас есть Slack воронежский, там всякие айтишники сидят. Если кого-то еще нет здесь, то заходите, подписывайтесь. От себя рекомендуют General канал, но все на него подписываются. Итак, Jobs, там всякие инсайды про воронежские компании проскакивают. И GVM, несмотря на название, там в основном у меня GVM разговоры идут, но тоже очень прикольно. Вот, ну у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...